Энергетика Армении – это протока, это горная река. Армения подверглась геноциду в Турции. Гитлер именно этим вдохновлялся, когда вырезал евреев. Когда мы говорим о геноциде, это не война, это какое-то дьявольское начало. Извините, просто буду говорить очень мельсоприятные вещи. Но я не понимаю, почему всеблагой и всебедащий Бог сотворил мир, в котором столько всякого говна. Бог, которого создали люди по образу и подобию, и Бог, с которым живу я, они не знакомы. Мир, где перестали воевать сильные, оказался миром, где воюют наглые. Мы считаем Путина чудовищем. Где немецкая культура и где Гитлер? Я, честно говоря, потерял язык общения с людьми. С днём рождения вас! Спасибо. Ровно год назад началась вся эта история, и мы считаем, что эта история началась с первого нашего интервью с Венедиктовым. И тогда у нас было ровно в 10 раз меньше подписчиков. Теперь мы понимаем, что мы на правильном пути, и что нас окружают правильные люди. Продолжайте нас смотреть, если вам это интересно, продолжайте нас комментировать, если вас задевает то, о чем мы говорим. Продолжайте ставить нам лайки и продолжайте, конечно же, нас поддерживать. Для этого есть Патреон и Бусти. А мы, в свою очередь, вам обещаем приглашать прекрасных гостей, разговаривать на темы, которые интересны всем, но и говорить правду, и ничего кроме правды. Дорогие друзья, сегодня у нас уникальный эфир, уникальная программа. В гостях у меня сразу два замечательных человека, с каждым из них я мечтал сделать отдельно большие программы, но звезды так сложились, что мы решили сделать одну большую. Ну, а может быть, потом в дальнейшем поговорим и по отдельности. Итак, Латынин Леонид Александрович, поэт, прозаик и мудрец у нас на связи. И Латынин Юлия Леонидовна, журналист, писатель, телерадиоведущая. Юлия, первый вопрос к вам, я его очень часто задаю женщинам, которые работают. Ну, как-то ко мне, а не к папе. Потому что меня интересует. Я вас правильно представил, журналист или журналистка, писатель или писательница? Как вы относитесь к этому по всему? Как говорила Анна Ахматова, я по половому признаку не определяюсь. Я журналист, я писатель, а который это самый писатель. Ну, в общем, честно говоря, мне кажется, что мне было бы не очень интересно их читать. Я не знаю, что русский язык. Я могу две вещи привести в качестве аргумента. Одна, кстати, для меня очень важная заключается в том, что вообще-то язык должен стремиться к краткости. Русский язык и так слишком длинный, в отличие, например, от английского. И добавление к нему лишнего слога, оно не способствует украшению этого дела. А второе заключается в том, что в русском языке, как и, кстати, во многих, мужской род является одновременно нейтральным. То есть человек, который говорит, что он профессор, вот он профессор, она профессор, да. А человек, который говорит, что он профессорка или профессорша, он очень стремится подчеркнуть и выпить свою половую принадлежность в то время, как речь идет о профессии, в которой это вполне себе нейтрально. Спасибо. Леонид Александрович, я, в общем-то, прочитал почти все ваши книги, которые вы написали, всю прозу, по крайней мере, ту, которую можно было найти и прочитать. И у меня есть несколько вопросов, которые меня очень интересуют. Вы в своих книгах в некоторых отвечали на этот вопрос, и мне просто интересно, это правда или нет. Откуда фамилия Латынин? Был ли тот самый Латынин, которого казнил Петр Первый, вот, человек, который пришел из... В 1724 году? Не знаю, честно говоря. Ну, в общем так, может быть, да, может быть, нет. Скорее всего, все-таки нет. Латынина ведь очень много. Папа с Белогородчина. И там очень много фамилий Латынин. Я думаю, вряд ли они имеют отношения к этому казненному Петру. Но это вы прочитали в «Спящем во время жатвы», да? Да, там есть такая цитата, но это цитата из хроники. То есть Латынин это... Латынин это не... Это латынянин, человек католической веры, так сказать, чаще всего итальянец. Вот он латынин. Вот смотрите, у нас... Гроники он латынин, а не латынянин. А, он не латынянин. То есть он может быть русским католиком, или все-таки это человек, который пришел с Запада? Нет, он итальянец, приехавший в Россию, он латынин, то есть латынянин. И он ваш предок или нет? Ну, не знаю, думаю, нет. Потому что, я не знаю, знаете ли вы, что есть армяне-католики, вот, а какая-то часть из них проживает и в Армении тоже, и мы, например, их называем франгами. То есть франк – это армянин, католик, человек, у которого франкская вера. Вот, поэтому мы, например, у нас есть тоже свои латынины такие, франги. Нет, ну, я как раз это знаю, поскольку я, так сказать, Джим Тарасян, когда мы ездили к Маштоцу, поскольку эта вот тема тут существовала, тогда еще во время поездки, где-то лет 20 назад, с разником довоянным на родину, то есть на место захоронения Маштоца. В Ошакан, да. Когда возник разговор о католиках-армянах? Ну, есть не только католики-армяне, есть еще и мусульмане-армяне, но это отдельная история. Тогда вопрос и Леониду Александровичу, и Юлии. Откуда такая любовь к Армении вообще? Ну, у меня лично она связана... Юлию кончала ли ты, где у нее, по-моему, так была армянская спецификация, но это она сама расскажет, а у меня часть большая жизни связана с Арменией, потому что я перевел и много раз изданную книгу «Размика довояна, реквием», которая меня потрясла и которая в известной степени определила какие-то направления, так сказать, даже моих работ. Потому что спящие во время жатвы, берлога и так далее, где вот рассматриваются межнациональные отношения, так сказать, и гибель одних, и, так сказать, вина других, они вот тогда после реквиема для меня стали очень насущными, очень глубокими и очень болезненными. И я написал о национальной, бурный финал, вела текущей национальной войны, которая происходит в Москве, где людей определяют по составу крови, и где, скажем, люди, живущие на Киевском шоссе, воюют с людьми, живущими на Московском шоссе, и все живут по своим домам и своим квартирам. Если человек выходит на улицу, он становится общим врагом, его имеет право убить каждый. Вот все эти вещи, они связаны в известной степени с реквием Деваяна. Не прям, а последовательно, но вот такой заряд межнациональной крови, он, конечно, был связан с реквиемом, потому что какая энергетика мощная у Размика, такая мощная, неистовая чувство, которое было реализовано в этом реквиеме. Вот это было какое-то откровение, и оно очень во многом повлияло. Ну и, конечно, мои многочисленные приезды в Армению, мои дружбы с Акопом Акопианом, с Джином Тарасяном, с Размиком, друзьями, конечно, Размика, которыми он, так сказать, меня со всеми перезнакомил. Они тоже сыграли огромную роль именно в... Какая-то русская история в это время уже была такая спокойная, знаете, такая медленная, пустая и невыразительная, так сказать, она и называлась застоем. Вот именно это было болото, это был пруд, это не была протока. А энергетика Армении ежедневная, это протока, это горная река, там клокочет внутреннее справедливо, несправедливо, правильно и неправильно, какая-то буря эмоций. Россия к этому времени уже вот стала этой стоячей водой. Поэтому для меня была оглушительная встреча с энергетикой эмоций. Юля, что скажете вы? Ну, наверное, по той же, если мы имеем в виду войну Армении и Азербайджана, то как бы это вам сказать, никого особенно не обижая. Ну, наверное, по той же причине, по которой человек, который читает о Холокосте, занимает сторону евреев, а не немцев. При том, что он может вважать в других случаях немецкую культуру и так далее, и так далее, ничего не иметь против. И по той же причине, по которой я сейчас в нынешней войне между Россией и Украиной, естественно, занимаю сторону Украины. Когда несправедливо нападают на одних, и тем более, когда творится геноцид, то ты занимаешь сторону тех, на кого несправедливо напали. Армения подверглась геноциду в Турции. За это никогда не было принесено извинений. Это никогда не было исторически исправлено. Собственно, Гитлер именно этим вдохновлялся, когда вырезал евреев. И, в общем-то, именно поэтому в конфликте между Арменией и Азербайджаном, я, извините, просто буду говорить очень нелесоприятные вещи. Я всегда занималась в сторону Армении. И вам за это прилетало? Ну, я не могу сказать, что мне особенно прилетало, но дело в том, что у меня кожа довольно толстая. Ну, это, наверное, видимо, и с воспитанием тоже. Давайте тогда сначала, вот, в продолжении темы, Леонид Александрович, вы однажды сказали, перефразировав или практически процитировав Гегеля, что война – это благо, что война – это то, что с болота сносит ряску, и вот глубинные вот эти потоки поднимаются наверх и каким-то образом очищают это болото. Так война – это благо и нужная вещь для людей, для популяции человека, и для человека как гуманитария, или все-таки нет? Вы знаете, что прежде всего это очень органичное и естественное явление, потому что в человеке есть некая составная, составная где-то в глубине начала зверя, которая не изжита человеком, не изжита цивилизацией, и она требует выхода, либо разрывает человека, либо она убивает его. И война – это вот такая естественная форма выхода вот этого начала зверя, которая болит в человеке, живет в человеке, и одновременно, так сказать, является какой-то формой его энергии. И, конечно, она и приводит к некому процессу, и отсутствие ее иногда приходит действительно к гниению и гибели всего организма. Поэтому это и есть форма обновления, бесспорно. Но когда мы говорим о геноциде, это не война, это скотобойня, так сказать, и ужас, который даже нельзя назвать проявлением звериного начала в человеке. Это какое-то дьявольское начало, которое не может ни в коем случае никогда, ни в каком смысле быть, ни позитивным, ни прогрессивным. Что Юлия скажет по этому поводу? Война – это неизбежность или все-таки должны люди останавливать себе вот эти порывы нечеловеческие? Ну, слушайте, я вот смотрю на историю Европы после Первой и Второй мировой войны, и, откровенно говоря, я думаю, что история мира была бы другим и значительно более лучшим, если бы ни то, ни другой войны не было. И просто то гигантское количество людей, которые было убито, и которые не родилось, соответственно, родилось, и совершили бы великие открытия, написали бы великие поэмы. Я просто там приведу, ну, один совершенно очевидный пример. Мы не будем говорить о том, чем была Первая мировая война для Армении, ее последствия. Ну, вот простой пример, что колонизация Африки остановилась после Первой мировой, потому что для колонизации, а колонизация – это не всегда отрицательный процесс, когда речь идет о распространении западного европейского мира на те территории, которые жили несколько другими способами, это может быть очень положительный процесс. Так вот, она требует популяционного давления. После Первой мировой войны остановилась колонизация Африки, потому что просто где было этих людей, которые хотели куда-то уехать и чего-то там сделать. А это с одной стороны. С другой стороны, я ужасно не люблю выглядеть как, да, двурукий экономист. Но я иногда не могу не задумываться о том, что, скажем, быстрое развитие Европы и в конце Средних веков, и в Новое время было связано именно с военной конкуренцией между государствами. Точно так же, как, скажем, загнивание Китая, начиная с эпохи Мин, было связано с отсутствием конкуренции военной внутри государства. Так вот, соответственно, вот в Европе 19 века, в Европе начала 20 века были невозможны различные уродливые режимы, типа даже современного путинского, потому что, просто потому что такие режимы с военной точки зрения не выживали. И в этом смысле вот мир, где перестали воевать сильные, оказался миром, где воюют наглые. Это, как видите, я не могу составить, дать точного ответа на вопрос больше зла или вреда, зла или каких-то благ тоже может теоретически приносить война, потому что, видимо, тут ничего не бывает верного самого себе, но все смотря по обстоятельствам. Понятно. Так, в Ереване я извиняюсь, я извиняюсь, просто, я извиняюсь, Леонид Александрович, потому что в Ереване уже, значит, 20-е, 20-е число, дорогие друзья, и мы с удовольствием в прямом эфире практически поздравляем Леонида Александровича с юбилеем. 85 лет 20-го июля исполняется Леониду Александровичу в день, когда мы записываем. Я вам желаю долгих лет жизни, здоровья, мыслей, книг, счастья, удачи, успехов и внутренней гармонии, и чтобы вот то чувство, которое в вас зародилось еще до вашего зачатия, об этом мы обязательно поговорим, чтобы оно вас еще сверкало, блистало и побеждало ну еще как минимум 15 лет. Как минимум. Ваше здоровье. Спасибо. А теперь я с удовольствием на вас... Да, да. Добавить, добавить одну вещь, вот просто я в детстве очень встречалась с Наполеоном. Очень мне нравился этот персонаж, мне очень хорошо о нем многое чего знала, да и до сих пор как бы очень хорошо помню. Но, понимаете, потом я выросла и стала думать, а как странно, что Франция, которая в 18 веке была не просто лидером просвещения, а законодательницей интеллектуальной моды, уже к 30-м годам она становится просто одной из европейских держав, к началу 20-го века она начинает потихонечку сходить с мировой арены. И в какой-то момент я поняла, что это было связано просто с тем гигантским количеством жизней, которое было потрачено во Франции во время наполеоновских войн. Точно так же, как Советский Союз в конце, в итоге, одним из главнейших причин в его распадении и главной и главнейших причин исчезновения сначала в Российской империи, а потом Советского Союза, было то нечеловеческие гигантское количество жизней, которое потратил Сталин, просто так считая, что бабы новых наражают. Вот бабы новых не наражают. Ну, Россия до сих пор из этой ямы еще не вышла. По-моему, теперь еще и новая яма возникает. Яма рождаемости. Она в принципе не может выйти, из ямы, которая, если бы ее не было, Менделеев просто вычислял, что к концу 20-го века в России должно жить 600 миллионов человек. Мы понимаем, что 600 миллионов человек в России не будет жить ни к концу 21-го века, ни к концу 22-го. Леонид Александрович, что вы хотели добавить? Да, я хотел сказать, что я думаю, что помимо вот этих, так сказать, вот такой реальной истории, война, ее начало, причины, финал. Есть еще, мне кажется, какая-то правота в гумилевской теории пассионарности. Нация, как и род. Посмотрите, сколько родов было в величии и исчезли вообще из истории. Сколько было наций, которые были в величии, Шумера, Акады, Египет, Греция, Рим, приедете в сегодняшнюю Грецию, после, так сказать, Турции. Это, в общем, такая провинция и культуры, и провинция географии, ну, не географии, конечно, провинция, ну, такая духовная провинция. Поэтому, мне кажется, что гибель, такая высокой роли Франции в мировой истории, она связана не только с, так сказать, убитыми на поле боя, но и выбросом энергии, который закончился, он был в определенных количествах дан народу, нации, роду, и он имеет свое начало, свой рассвет и свой период финала. Так что, мне кажется, этот элемент тоже нужно учитывать. Ну, в общем-то, да, и теории Гумилева никто не отменял, и про пассионарность нации тоже. Я не согласен с этим. Нет, ну, у каждой существующей истории много причин, просто я выделила это одно специально, чтобы подчеркнуть, что это невосполнимая вещь. Ну, гибель людей это действительно невосполнимая вещь, абсолютно с вами согласен. Леонид Александрович, вы, вот, когда я произносил, скажем так, тост, когда прозвучали мои пожелания, я сказал про чувство, которое родилось в вас до вашего зачатия еще. Итак, вы однажды сказали, что ощущение Бога во мне родилось до моего зачатия. Что это такое, что это за ощущение Бога? Что это вообще такое, как человек, который родился в 38-м году, мог получить христианское воспитание в Советском Союзе в то время? Как такое могло произойти? Ну, вот, скажем так, все-таки, не забывайте, что провинция очень долго догоняла, так сказать, результаты революции. Вот, скажем, я жил, да, вот, просто моя маленькая скромная безымянная биография 38-го года рождения. Я жил во втором овражном переулке в городе Приволжске Ивановской области, где я и родился. В этом овражном переулке было 9 домов. Все дома были священников, потому что рядом, в трех метрах от моего калитки стояла церковь. И здесь жили только священники, которые были в этой Никольской церкви, так сказать, служили, работали. Конечно, их всех посадили, расстреляли, но остались книги, остались люди, так сказать, воспитанные в этой традиции. Мой первый учитель, Петр Константинович Самароков, тоже сын священника. Что касается моей бабушки, моя бабушка так получилось, что у них были там подможайском земле, и они, так сказать, конечно, были отобраны после революции, и она пошла в услужение к своему дальнему родственнику, который имел такой церковный чин. И она у него помогала по хозяйству, но одновременно в доме были заведены в непорядке, что она должна была читать молитвы и так далее. У нас вот в моем доме прогорело все, что я 17 лет жил в этом доме, прогорела лампада. Она была всегда зажжена, она никогда не гасла. Первая моя азбука была старославянская азбука, и тексты были первые старославянские, и первые четыре Евангелия я выучил наизусть не на русском языке, и первые книги, которые я читал на старославянском или на церковнославянском. Так что дома были рукописи, дома было очень много книг, которые остались от церкви, часть сожгли, а часть люди, которые жили около меня. Кстати, сейчас все эти дома стали домами монахов, потому что моя церковь и вся моя улица, она ограждена, и она стала монастырем, женским монастырем. То есть я жил в доме священника, рядом были только священники, их не священники, их дети, их родственники и так далее. То есть вся среда, она была пропитана, начиная с 1938 года и далее везде, она была пропитана книгами, церковно-славянскими книгами, она была пропитана беседами, разговорами, общением, рассказами. Первые книги по истории это был русский паломник журнала. То есть, но это, еще раз повторяю, это с маленькой буквы. Я абсолютно безымянный человек, один из провинциальных жителей, где вот история, русская история, она еще длилась, потому что в столице случились вот эти большие перемены с большими чистками, с большими гражданскими войнами, а провинция еще не успела догнать, она только это постепенно догоняла. И я в своей среде был, мы ходили в церковь, кстати, священник второй половины моего дома Троицкий, он был другом Флоренского, и мы ходили в церковь, где, так сказать, когда-то творил свои проповеди Флоренский, и я прожил в этой церковной атмосфере практически всю свою доуниверситетскую, доармейскую жизнь, так что откуда это все взялось, это даже более интонация моей прозы, они все библейские, вот, так что это с детства я не знал другой стилистики, я не знал другой интонации, я не знал другой фонетики, и я не знал другой музыки, тексту, поэтому все это было очень органично. Тогда вопрос Юлии Леонидовне, Юлия Леонидовна, как вы считаете, как человек, который, в общем-то, проездил по всей России, разговаривал с огромным количеством людей, писал, как журналист исследовал, а где же все остальные люди с маленькой буквы из этого поколения, почему только Леонид Александрович, ну, еще, может быть, несколько священнослужителей, которые были одного, ну, есть до сих пор, одного с ним возраста, одного поколения, вот, имели такое воспитание и так жили, а все остальные, где эти люди, если они были все такими из провинции, это же должны были быть десятки миллионов таких людей, но их нет и не было вроде. Ну, честно говоря, немножко, немножко не ко мне вопрос, я вообще не очень люблю описывать какие-то большие человеческие множества, одних воспитывали, так, других, и так. то есть, вы согласны с тем, что Леонид Александрович говорит о том, что это было обычное, нормальное, провинциальное воспитание 38-го года. Ну, не 38-го, а даже с 38-го, там, 50-й какой-то, да. Ну, во-первых, это было его воспитание, во-вторых, я не специалист по воспитанию в 38-м году, в-третьих, откровенно говоря, я небольшой поклонник церкви, поэтому я как-то лучше, лучше мне нет книгами интересных. Не-не-не, я сейчас, да-да, слушаю вас. Я ведь тоже небольшой поклонник церкви, мне кажется, что это такая организация достаточной степени светская, да, для меня Бог, это вот как такая форма моего дыхания и сознания, вот, у меня нет размышлений о Боге, у меня нет размышлений познаний и сомнений, для меня это моя форма жизни и она мне была дана, она не воспитана в провинции, в этом маленьком провинциальном городке, в пределах, это совсем другая история, в пределах этого, так сказать, будущего монастырского анклава, нет, это данность, вот она данность, такая же, как лицо, нос, руки, как способность дышать и способность говорить, у меня нет никаких умственных сопряжений с понятием и чувством Бога. Вот я как раз об этом и пытался, то есть я пытался об этом задать вопрос, вот, не про церковь, не про митрополитов, не про епископов, я про ваши взаимоотношения с Господом и про то, что, видимо, он вас поцеловал в 38-м году или за 9 месяцев до вашего рождения, да, потому что вы пронесли это через всю свою жизнь, я вот про это говорю, потому что, ну, много людей в 38-м году родилось в провинции, не в Москве и не в Ленинграде тогда, но, поверьте мне, такой путь прошли немногие люди, как латынин Леонид Александрович. ну, может, еще стечение обстоятельств помогло, но это чисто формальный внешний сюжет и ряд, потому что суть, она у меня не книжная и не суть среды, это все-таки что-то более раннее, более глубокое, и это не подвластно мысли. Хорошо, когда вы говорите о том, что это не подвластно мысли, что у вас нет никаких, я не знаю, там, есть ли у вас вопросы к Богу? Разговариваете ли вы с Ним? Отвечает ли он вам? Всегда, всегда. Я больше ни с кем и не говорю. Да, вы однажды сказали, что вам не с кем разговаривать. Да, да, ну, это единственная инстанция, с которой мы понимаем друг друга. Я с людьми не нашел общего языка и не нашел собеседников в миру, вот, в этом мире. У меня не было и нет собеседников. Там очень просто, потому что там не врешь и там все принимается без анализа, а просто, вот как ветер дует, как река течет, как облако плывет. Это совсем другая субстанция, она не, она минует мысль. То есть, задавать вам вопрос, о чем вы последний раз говорили с Богом, глупо? Конечно, потому что это другая форма диалога, она не вербальная. Юля? Блин, в какой-то степени музыкальная. Музыкальная. Юля, а у вас тоже есть такой контакт через папу, через гены? У меня, понимаете, для того, чтобы иметь контакт с Богом, надо быть уверенным в его существовании. Вот вы спросили, какие у меня вопросы к Богу, у меня их довольно много, начиная с вопроса о том, зачем он сделал человека смертным, зачем он создал рак? А у меня такой простой вопрос, вот в Библии сразу в 6 главе книги бытия написана история о том, как Бог увидел, что не понравилось ему человечество, которое он создал, и решил его уничтожить всех. Вот как бы, ну, включая там 6-месячных детей, да еще заодно животных котят вот в 2-месячных утопить. У меня такой вопрос, как это деяние корректируется с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации и там Международного суда в Гааге, например. Мне кажется, что это называется геноцид. Или там бытие глава 19-я. Когда история известная случилась, помните, с Содомом, воявоушенеха малахим Содома баэриф вэлот йошэф бешаар седом воярло, ну, не важно, я просто, это мои такие фокусы, что я довольно много знаю из книги бытия наизусть, но я просто напоминаю нашим слушателям, что вот там собрался народ на площади Содома, минар адзакен, адстар, млада до велика, и не нашлось среди них праведников, и по этому случаю, Бог этих людей уничтожил, они там сказали, что они хотят познать вот этих двух или трех странников, которые пришли к Лоту, но, в общем, странно, что как это все жители Содома собрались, а женщины тоже как-то собирались участвовать в процессе, а дети шестимесячные, их за что уничтожили, вот это как бы, знаете, дебатируется сейчас вопрос коллективной ответственности того или иного народа, но, согласитесь, это как-то с жителями Содома немножко чересчур вышло, тем более, что там, если помните, попали также Гаморы и все города равнины, а к ним, соответственно, даже и не наведывались веки так назад. А это я просто к тому, что, ну, как-то к Богу в том виде, в котором он изображен в Торе у меня вообще большие вопросы, которые я вам сейчас изложила и как-то так представляется, что либо эта книга как-то очень странно рассказывает о Боге, что не очень приятный персонаж, честно говоря, которого не хотелось, например, видеть в качестве президента любой другой страны, а тем более безраздельного владыки человечества. Какие-то у него странные черты, я бы сказала, черты авторитарного тирана, причем иногда исключительно мелочного. А если говорить о современном понятии Бога, когда он говорит, ну, это просто что-то такое очень хорошее, что такое всеблагое, всеведущее. Но я не понимаю, почему всеблагое, всеведущее Бог сотворил мир, в котором столько всякого говна. я все-таки видимо, так сказать, меня, Юля, плохо поняла. Я говорю не о Боге, которого создали люди по своему образу и подобию. Не Бог создал людей по образу и подобию, а люди по своему образу и подобию собрали Бога, создали Бога. И тогда действительно вот те вопросы, которые задает Юля, их Богу. Они правомерны, резонны, логичны, сами создали, сами, у самих есть какие-то претензии к нему, потому что он похож на них. Бог, которого ощущаю, несу в себе и с чем живу я, я его не создавал, его не создавали люди. Он не имеет человеческих черт, он имеет черты какой-то дали и света, который тебя ворожит и тянет и манит и помогает и освещает. Это совершенно разные Боги. Бог, которого создали люди по образу и подобию, и Бог, с которым живу я, они не знакомы, они не подозревают о существовании друг друга. Это естественно Мамардашвили, так сказать, это его тексты, и он мне очень нравится. Ну, так же, как сказал Декарт в свое время, что Бог не подозревает о существовании дьявола. Мамардашвили в своих лекциях, если вы помните, это повторил, так сказать, переформулировал, и мне эта мысль очень близка. Юлия, представь себе ситуацию, ну, во-первых, я уверен, что Бог в моей защите не нуждается, но он же не всех, он сказал Ною спастись, и там каждый тварь попарит, после того, как он решил всех уничтожить. Это было очень благородно, конечно, со стороны Бога, просто совершенно невероятно, да, а мог и съесть. Это Бог, сотворенный людьми, я абсолютно согласен с Леонида Александровичем. Я про что? Вот, наверное, тот Бог, о котором вы говорите, все-таки, и все то, откуда мы знаем про этого Бога, писали люди, писали люди там, потом переписывали люди, потом что-то все время менялось, вы об этом неоднократно говорили и в своей книге Иисус, и, наверное, для этого ее и написали, соответственно, да, но вот представим себе ситуацию, что все книги про Иисуса вдруг исчезли, какие-нибудь инопланетяне через там два миллиона лет прилетают и находят только вашу версию, вот вашу книгу про Иисуса, ну и вот, и потом они будут рассказывать о том, что была такая планета Земля, на которой вот был такой Бог. Ведь вполне возможно, что те сведения, которые до нас дошли, либо искажены, либо завуалированы, либо, ну, еще что-то, я не знаю, ну, зачем человеку придумывать Бога? Наверное, все-таки есть что-то, или нет? Зачем человеку что-то придумывать? Бога придумывать. Вот такого же стокового. Ну, человек довольно много чего себе придумывает. Как-то вот жить, поглядеть на то, как устроен человек, мы видим, что человек и крупные человеческие сообщества все время что-то себе придумывают, на основании чего они объединяются. И это довольно характерно, что большие человеческие сообщества, они всегда объединяются на основании некоторых, я не могу сказать, выдуманных идей, они всегда объединяются на основании чего-то, что является идеей. Это, кстати, собственно, вот эта способность благодаря языку у человека объединяться и благодаря языку и метроязыку объединяться в крупные сообщества, она в том числе отличает человека от обезьяны, которая, ну, скажем, наш двоюродный брат шимпанзе, он не может объединяться в слишком большие стаи, потому что 200 особей, а на самом деле 100 особей, это абсолютно максимальная величина, после которой стая просто распадается. А человек может объединяться в большие коллективы, нации, футбольные команды, я не знаю, сообщества ученых, насчитывающие миллионы особей. И происходит это как раз на основе каких-то выдуманных, но от этого не менее реальных для этого сообщества людей. Я даже просто приведу в качестве примера очень характерную историю, которая случилась много тысяч лет назад, но мы даже точно не знаем сколько, но видимо она все-таки начала случаться, но как минимум 15-16 тысяч лет назад, я имею в виду Гибикли Тепе. Это местечко недалеко, если я не ошибаюсь, в Сирии, я потому что все время сейчас путаю, она находится на территории современной Сирии, или Турции. А по-моему, все-таки с Турцией, Турция, извините, конечно. Вы знаете, что это прямой перевод армянского слова, армянского названия Порт-Ассаж, то есть гора, пупок, или пупок, гора? Нет, этого я не знала. Ну, я, значит, напоминаю нашим слушателям, что такое Гибикли Тепе. очень древнее святилище, которое возникло еще до того, как человек перешел к земледелию. Это очень важно здесь для нашего рассказа, потому что когда возникло понятие неолитической революции, когда его придумал знаменитый археолог Гордон Чарльз, который, кстати, был марксистом, он это воспринимал неолитическую революцию, переход к земледелию как процесс сугубо материалистический. То есть вот сначала человеческая популяция стала испытывать большое демографическое давление, ей не хватало собирательства и охоты для покровения, они перешли к земледелию, у них появились излишки, они стали строить храмы, у них появилось государство, изымать прибавочные продукты и так далее, и так далее. А когда нашли Гибрекли Типе, то выяснилось, что ситуация, судя по всему, была некоторой в нескольком степени обратной. То есть в течение многих тысячелетий племена, которые занимались именно собирательством и охотой, приходили в это место и молились там, ну, каким-то общим, очевидно, богам, потому что Гибрекли Типе это храм под открытым воздухом, это, собственно, такие колонны с тела, на которых что-то высечено, то, что потом называлось в этих краях и на иврите называется мацева, то есть столб. Ну, на столбе не обязательно что-то было высечено, но вот на этих высечено. И, соответственно, они в этих местах поклонялись, это, очевидно, поддерживало чувство общности, они принадлежали к единому коллективу. И поскольку в какой-то момент они там все вокруг выдоптали, то возник вопрос, видимо, чего жрать, и как раз в этих краях и росла один из предков современной пшеницы. То есть они сначала в одно место ходили собираться, праздновать что-то единое, какую-то единую идею, ну, в данном случае бога, очевидно, естественно, не того, который появился потом, не единого бога, у них там их было много, как это обычно было всегда. И потом они благодаря этому их перешли к другой форме хозяйствования. Это оказалось настолько удачное эволюционное приспособление, что именно люди, которые имели способность объединяться в большие человеческие коллективы, они стали доминирующими на этой территории Ближнего Востока, а потом и всего мира. Потому что, ну, как бы вот те разновидности человечества, которые, ну, скажем, не научились объединяться в эти коллективы, ну, где-нибудь в Папуановой, Гвинеи, они, в общем, ничего такого довольно хорошего с точки зрения цивилизации не создали. Ну, если мы, конечно, не будем рассказывать об альтернативных разных видах цивилизации, безостив природы и прочее, прочее. А вот это я к тому, что человек все время объединяется на основе каких-то идей. Это нельзя сказать, что они странные идеи, потому что, потому что, как я уже сказала, они вот, они вот созданы так, чтобы поддерживать в человечестве эту систему сомодентификации свой-чужой. Они, конечно, значительная часть этих идей действительно достаточно деструктивна, потому что даже очень многое того, что мы видим в современной цивилизации, вот эти все светские религии, типа, давайте поборемся против глобального потепления, давайте боремся против, я не знаю, что там, маскулинной патриархальности, белого расизма и так далее, и так далее. Вот и никто не осмеливается достаточно громко против всего этого возражать, но это, в общем-то, такие же формы объединения, не столько объединения единомышленников, сколько в том числе и затыкания рта другим. Так что я, мы с Бога-то начинали. Ну вот, вот, вот как-то согласитесь, вот одно племя верит в такого Бога, там, другое племя верит в другого Бога, и они события дектируются на основании того, кого они верят, но как-то, какой из них верит правильно, а какой нет, это социальный конструкт. вы ни в какого Бога не верите? Нет. Хорошо. Леонид Александрович, мы говорили, Юлия только что говорила про идею объединения, и вот в одном из ваших романов люди, которые жили на разных улицах, и которые убивали друг друга, и в разных домах, объединяются только против общего врага. И вот это прям было написано очень давно, но в последнее время это безумно актуально. Почему люди не могут объединиться, вы как поэт, и прозаик, и человек, который разговаривает с Богом, и человек, которому Бог отвечает. Почему, как вы считаете, почему люди не могут объединиться вокруг чего-то хорошего? Почему они объединяются вокруг чего-то плохого? Почему это происходит? Вы знаете, что вот они объединились вокруг хорошего равенства, братства, а практика-то какая? Миллионы замученных концлагерях и в лагерях. Нет, вы знаете, что это выходит, вот так сказать, такая естественная энергетика из человека, которая, наверное, в нем существует, ищет форму выхода, легальную форму выхода, там, убить того, кто против хорошего. И это ощущается, как некое благородное деяние. Меня поразило однажды, я был в Пражском университете, и у меня в группе был один болгарин, и он пытался меня оскорбить, и с этой стороны, и с этой стороны, думаю, что я очень тупой, и никак не могу понять, что он меня очень не любит, и что, так сказать, я должен что-то сделать, принести мне какое-то зло, одно, второе, третье, четвертое, чтобы, наконец, я понял, что я плохой. Через примерно полтора месяца обучен, он сказал, вы знаете, что, просите, ради Бога, я виноват, вы хорошие, а я думал, что вы плохой. Я говорю, ну, замечательно, вот я был плохой в ваших глазах, вы хорошие в своих собственных глазах, но что же вы меня оскорбляли с утра до вечера, так сказать, по какому праву, потому что вам это так кажется? Вот, мне кажется, что происходят вот такие же вещи, что люди изобретают себе любые идеи, плохие или хорошие, но они для них являются мотивом, правом, и проявлением вот этих, так сказать, начал, которые, конечно, отвратительные и, конечно, античеловеческие. А лозунги могут быть совершенно любые. А человек нуждается в этом, наверное, выходе. Ну, возможно, я заблуждаюсь. Юля, да, конечно. Да, во-первых, потому что, конечно, человек объединяется вокруг множество хороших вещей, это просто не так лежит на поверхности. Вот, например, да, есть прекрасное местечко, которое называется Церн, в котором я, к сожалению, не бывала. Ну, вот там объедено совершенно большое количество разных людей, которые интересуются исследованием того, как устроена материя, которая есть большое количество людей, которые объединены тем, что они любят слушать симфонии Бетховена. Это совершенно положительный способ объединения. Есть там большое количество людей, которые объединены тем, что они любят песни Анны Пугачевой или тем, что они и так далее, и так далее. Понятно, о чем я говорю. Там более того, просто есть большое количество людей, которые, скажем, объединены тем, что они являются владельцами машины Тесла и хотят быть владельцами именно такой машины. Просто я имею в виду, что, как правило, мы обращаем внимание на те объединения, которые очень крикливые и достаточно агрессивные. такие объединения очень часто действительно производятся на основе хейта. Но это не значит, что крикливое агрессивное меньшинство, которое очень часто умеет заставлять других замолчать, это не всегда означает, что другие разделяют эти убеждения. и это не всегда означает, что молчаливое большинство, которое все это слушает, это принимает. Это просто означает, что та идея, которая является крикливой, агрессивной и основанной на хейте, она обладает некоторыми чертами, свойственными деструктивным мемом, кстати, одна из самых характерных такого рода черт. Во-первых, такого рода вещи, они, конечно, всяких рода кризисных ситуациях, например, в войнах, в революциях, кстати, в социальных сетях, они немножко схожи друг с другом, тем, что они способствуют распространению самых маргинальных идей, потому что, как правило, в социальной сети или в революции наблюдается такое обстоятельство, что ты высказываешь самую маргинальную идею, говоришь, что все, кто со мной не согласен, те враги. И вот это, кстати, очень характерная черта деструктивного мема, когда любая идея высказывается не как сама по себе, да, можно так, а можно так, да, условно говоря, можно верить Богу, можно не верить в Бога, но что за проблема, это и другая точка зрения, там, вполне себе имеют за собой гигантское культурное пространство, и любой человек, который и такой, может быть, они могут найти общий язык, масса всего общего, и рассуждать о чем угодно, но как только перед тобой появляется человек, который говорит, ты должен делать так, ты должен верить так, а иначе, значит, редиска, и ты будешь гореть в самом нижнем круге, то вот тогда вот как раз это характерные черты деструктивного мема, и в этом смысле монотеистическая религия, которая не только говорит, что у нас Бог один, но если вы верите во что-то другое, то вы иеридистка и вы обречены, она, конечно, обладает вот этими неприятными чертами, которые как раз и позволили ей победить, скажем, гораздо более терпимые проэтеистические религии, но, соответственно, в конце концов она выродилась и стала слава Богу более терпимой. Поэтому то, что те все вещи, которые я говорю с точки зрения исторической, не имеют отношения к, допустим, к современному христианству, которое крайне терпимо, ну, за исключением каких-нибудь московских попов, и, в общем, как это самое, как вы, ветравшиеся вина. Ну, да, если мы будем сравнивать... Да, я просто даже бы прибавила, что как раз абсолютно большее количество людей, на основании которых обняется человечество, отряд Лиза Алерт, который ищет потерявшихся детей, там, люди, которые сдают свою кровь, люди, которые за кошками ухаживают, а собаками больными, люди, которые сдают на ученую степень и становятся врачами и лечат людей. Вот абсолютное большинство объединений, которым тех или иных способов объединяется человечество, они, ну, просто там супер шикарные. Просто мы замечаем некоторых паразитов, на них паразитирующих, потому что они самые громкие. Я сейчас разговариваю с двумя писателями, потому что Юлия писательница, писатель, простите, и Леонид Александрович писатель, и мы живем в современном мире, в котором очень многие говорят, что слушайте, вы зря писали свои книжки, зря писали про гуманность, про светлые, это никому не нужно, это никого не спасло, этого никто не читал, или к этому никто не прислушался, потому что все то, что происходит сегодня в современном мире чудовищном, все идет в разрез тем гуманным идеям и мыслям, которые вы проповедовали в своих книгах, в своих романах, в своих рассказах и прочее. Почему это происходит и происходит ли это? То есть, я прав или нет? Слышим ли писатель Леонид Латынин и Юлия Латынина? Читаем, согласен, но слышим, услышали эти идеи, вошли они в голову, в мозг, в душу человека или нет? Слышим или слышим, но, собственно, какая разница? У меня, как бы сказать, процесс рождения текста, он самодостаточен. На каком-то этапе, да, в каком-то детском возрасте в тебе вот бродит эта мечта быть услышанным, но на каком-то этапе, когда человечество занято совершенно другими вещами, а сейчас уж совсем третьими, и ты не слышим, ну, нет проблемы никакой. Я говорю, что процесс создания текста для меня самодостаточен. Точка. Ну, Юля, может быть, думает иначе. Нет, но, конечно, писатель не существует без читателя, это правда, то, собственно, это... Что касается того, что наш... Во-первых, я не могу сказать, что там те идеи, которые я выражаю в своих текстах, что они прям вот такие вот уж гуманистические. Я, как вы видите, человек не очень... Человек, скорее, циничный, и если я думаю хорошо о человечестве, то это не от того, что оно занято исключительно разумным, добрым, вечным, а от того, что у него есть способность, удивительная способность, которая скупает многое в человеке, это познавать, как оно устроено. А... Вот честно говоря, мне не кажется, что наше время какое-то просто вот такое там совсем ужасно страшное, потому что я думаю, что если бы мы пожили в уже упоминавшееся мной время, когда создавалось гибриде, теперь, или в любое другое время человеческой истории, в 16 веке, в 12 веке, когда сжигали ведьм на кострах в 14-м, потому что начали где-то с 14-го многократно делать, я не думаю, что нам бы это понравилось, мы бы даже сказали, что современное человечество живет в один из немногих своих периодов, я имею в виду, конечно, Европу и Америку, цивилизованные страны, страны Запада, в которых люди не умирают от голода, люди не умирают от эпидемии, потому что, ну, ковид по сравнению с тем, что было во времена чумы, это как-то не очень серьезно, в которых люди не испытывают возможность каждый момент быть уничтоженными войной, и в этом смысле как раз совершенно чудовищно то, что делает Путин, но просто вот если сравнить, как человек жил 20 тысяч лет назад, две тысячи лет назад, сейчас, но мы видим гигантский прогресс человечества, чего уж там скрывать. Более того, я даже думаю, что очень значительное количество того хейта, который, например, там мы видим в социальных сетях, может, это как раз и хорошо, потому что раньше те люди, которые там прали дубинку и шли кого-то, отоваривали ей по башке, они сейчас пойдут в твитер, напишут гадости, успокоятся, так это же прекрасно. Юля, смотрите, я с вами согласен в глобальном, скажем так, и с Леонидом Александровичем в срезе, но я с вами не согласен абсолютно, как человек, который проживает сейчас в Армении, потому что буквально в нескольких десятках километров от меня сейчас Арцах, в котором блокада и 120 тысяч людей живут в абсолютной блокаде, и каждую секунду их может убить, и каждую секунду сейчас, каждую минуту и каждый час стреляют на границе с Арменией. Вас, наверное, сейчас не совсем адекватно могут понять жители, я не знаю, Одессы, Крыма, которые вчера тоже бомбили, и прочее, прочее. Вот, когда мы говорим о Швейцарии, то все работает. Я специально говорила, что я имею в виду Швейцарию, и что именно поэтому там такие люди, как Путин или Лиха Малиев, вот, они ведут себя так, мы считаем их, мы считаем Путина чудовищем, и совершенно справедливо считаем. Но как раз я хочу обращать ваше внимание, что там тысячу лет назад все бы считали, что, ну как, вот все так себя вели, как Путин. И как раз вот на этом заметен прогресс человечества, что то, что в, я не знаю, Генрих VIII любил головы своим женам. И я не могу сказать, что это в Англии считалось, ну так уж супернормально. Как раз это был, скажем так, некоторый регресс по сравнению с тем, что представляла из себя феодальная Англия. Но тем не менее, никто особо не удивлялся. А сейчас, ну, вряд ли, Реши Сунак будет рубить голову своей жене, и вряд ли это будет, там, будет приемлемо. Вот я об этом, о том, что даже на примере Путина мы как раз видим, что, слушайте, там, вот это было раньше стандартная норма поведения, а теперь ему грозит за это ГАГа. Хорошо, я перефразирую вопрос. Как, да, что вы хотели добавить, Леонид Александрович? Ну, я хотел сказать, что на самом деле, если мы посмотрим, так сказать, историю, времена того же, может, что, 4-5 век, да, когда Армения была разорвана и принадлежала, так сказать, персам и византийцам, ну, вы же помните, что, нет, вы не помните, как и я не помню, но мы в пределах истории знаем, что эти времена-то были тяжелые, может быть, более тяжелые, чем сегодня. Ну, нам, армянам, не привыкать, я с этим согласен, но и тем не менее, каждое поколение вновь переживает всю эту чудовищность и, казалось бы, я перефразирую вопрос. Хорошо, если на цивилизованную Европу Кант, Гегель, Декарт, Бальзак и все остальные смогли повлиять, то почему не получилось повлиять на Гейдара, Алиева и Путина? Великая русская литература, почему не может? Великая русская классическая музыка, балет, изобразительное искусство, культура, цивилизация, почему она не может влиять на Путина и тех людей, которые за войну? Почему великая, я не знаю, про азербайджанскую культуру можно сказать, такой эпитет, если культура там вообще? Почему на Гейдара, Алиева не влияли те самые гуманные мысли или не влияет на какую-то часть азербайджанского общества? Почему это сработало в Швейцарии, в Люксембурге, в Лихтенштейне? Чего кто-то не доработал вот здесь и там? Есть ответы на этот вопрос? Или это просто всплески человеческие вот это вот того самого зверя? Гитлер и Германия это что? Это Европа или не Европа? Ну вот, как раз Гитлер и Германия тоже Европа, да, и чудовищность Холокоста же не только в том, что евреи были уничтожены, а в том, что это произошло в центре Европы, вот, потому что, если бы это происходило где-то на задворках цивилизации, может быть, и отношение людей было бы совсем другим к этому. Геноцид армян на задворках современной, ну, тогдашней современной цивилизации произошел, но и вот Израиль до сих пор не принимает говорить, что, ребята, это не геноцид, нет. Вот как с этим жить? Мне как-то кажется, действительно, почему немецкая культура не остановила Гитлера? Довольно бессмысленный, на мой взгляд, вопрос, потому что как-то нужно описывать, как появился Гитлер, а не задавать абстрактные вопросы. Где немецкая культура и где Гитлер? И как как это самое с помощью морковки остановить извержение вулкана? А почему российская культура не остановила Путина? Потому что Путин клал на российскую культуру, так же, как он клал на российскую науку. Он мелкий КГБшник, который был порожден советской цивилизацией. Советская цивилизация в свою очередь была порождена Сталином, гражданской войной, дикими теориями марксизма, которые все собственно были типичным примером деструктивных мемов, которые как раз использовали вот я уже говорила, что люди могут объединяться на основании того, что мы все знаем закон Ньютона, мы знаем все законы и физики. И тогда это очень положительный пример объединения, потому что в процессе люди могут объединяться ради того, чтобы, условно говоря, сделать машину Ford. Это форма человеческого объединения, называется компания Ford. А можно объединить людей, прибежав и рассказав им, слушайте, вот этот самый, тут у вас Генри Форд украл прибавочную стоимость, на самом деле машину-то делаете вы, а вот он только крадет у вас прибавочную стоимость. И это абсолютно деструктивный мем. И да, практически все мемы, все идеи, которые объединяют большинство на основе резентмента, на основе что-то, тебе что-то не додали, тебя кто-то обидел, у тебя чего-то украли. Это та идея, которой полон Путин, полон на, соответственно, полон на Гитлер был. Это абсолютно все деструктивные мемы. И они как раз практически всегда апеллируют к большинству, то есть к какому-то очень большому количеству людей. Они как всегда, абсолютно всегда апеллируют не к интеллекту этих людей, а они как раз апеллируют к их глубинным инстинктам, к глубинным чувствам. и они на самом деле они на самом деле как правило оперуют людям, которые то есть они затрагивают именно в них те черты, которые глубоко ущербны. Они затрагивают в них те черты, когда человек готов обидеться и хочет обидеться и за что-то может обидеться. и они эксплуатируют не то, что есть в реальности, они эксплуатируют какие-то хотелки человека, которые какие-то его абсолютно инфантильные черты. И вот соответственно на самом деле вы спрашиваете почему культура это не останавливает, потому что настоящая человеческая культура она является как раз преодолением этих хотелок. Она противоположна той архаике, которая эксплуатирует все эти архаичные все эти деструктивные мемы. Как раз когда человек всему этому отдается, он сбрасывает с себя оковы культуры и говорит о здорово вот я тут 2000 лет назад бродил с дубинкой по какой-то причине вот я сейчас фактически все эти идеологии они так или иначе они позволяют человеку взять в руки дубинку но при этом чувствовать себя праведным. Но это же делает не один человек, этот человек объединяет огромное количество людей и культура не может противопоставить этому ничего получается. Ну просто культура является как я уже сказала противоположным процессом. Да, вот выходит какой-то культуры это же не только литература это не только музыка это прежде всего та же самая наука. Выходит какой-нибудь очкарик эсцерный говорит это ребята вы чего кто-то замечательно сказал что люди делятся не на нации люди делятся на глупых умных а вот глупые делятся на нации. Выходит очкарик эсцерный и говорит это ребята чего вот этот русский этот украинец этот азербайджанец этот армянин мы тут все в одной комнате сидим и исследуем я не знаю бозон фигса да как бы ну понимаете сколько их этих людей которые исследуют бозон фигса и у них есть один и тот же язык и этот язык называется язык математики а сколько тех людей которые понимают что они до бозона фигса не доросли бы никогда не дорастут этим кстати отличается современная культура люди очень четко чувствуют что-то что-то там есть что мне обыкновенному потребителю там телевизор интернет и еще просто просто не светит он этого не понимает он знает что это там находится но он как-то хочет самоэтифицироваться он как-то хочет понять что он крутой вот ему понимаете это как есть джанк фуд когда тебя кормят ну не чем-то а вот этой самой туда напичкают соленого сладкого масла еще какого-нибудь да и это все правильные рецепторы в мозгу триггерит и вот его кормят это джанк идеологи он с удовольствием кушает она является абсолютной противоположностью культуры потому что любая культура любая наука прежде всего построена на преодолении инстинктов человека а это построено на поощрении инстинктов человека я вам хочу сказать спасибо за то что вы делаете потому что несмотря на то что культура противопоставляет себя я пока к сожалению не вижу что она ну хотя бы уравновешивает но и тем не менее вы продолжаете делать то что вы делаете я смотрю ваши с удовольствием с упоением исторические лекции я читаю с упоением то что написал Леонид Александрович и неважно это на всех влияет или не на всех влияет на меня это влияет вот и поэтому продолжайте этим заниматься несмотря на то что Юлия Леонидовна она более оптимиста говорит о том что сейчас человечество там что-то понимает нам здесь не кажется что человечество что-то понимает вот ну здесь в Армении если бы мы жили тоже где-нибудь в Швейцарии то наверное если бы я был швейцарцем кто его знает как бы я относился к этому к этой истории но по крайней мере я призываю вас продолжать заниматься тем чем вы занимаетесь потому что на некоторых людей это влияет это важно и на следующий вопрос такой Леонид Александрович вы как поэт и как писатель чувствуете себя человеком который ну видит то что должно было то есть пророком чувствуете вы себя или нет и как вы относитесь вообще к этому понятию время оно существует прошлое настоящее будущее или да конечно вы знаете что земля крутится нам кажется что она неподвижна время идет на самом деле оно оно неподвижно но нам земля кажется неподвижной да вот вот эта иллюзия для меня все происходит всегда у меня нет начала конца есть ощущения какие-то вы знаете что я честно говоря потерял язык общения с людьми ну не случилось этого диалога и не хочу я разбираться ни почему не надеяться что он случится но вот блин Рокфеллер сказала довольно хорошую высказал хорошую мысль она мне нравится что некоторые из нас некие божественные шестеренки какого-то какого-то механизма машины которые производят некое движение истории ну вот наверное где-то вот у меня есть ощущение вот участия моей маленькой безымянной шестеренки в этом процессе вот и мне этого довольна я скажу честно говоря я чувствую себя ну человеком который живет в нормальной среде и занимается нормальным делом то есть в известной степени я живу в состоянии определенной гармонии с миром и собой если я понятно говорю то что я говорю ну вы говорите абсолютно понятно просто не совсем понятно как если нет диалога то зачем вы это делаете он отпадает вы знаете что вот росло дерево у него были ветви у него были листья потом так сказать это вот мои там надежды а потом дерево срубили из него сделали прекрасную стрипку страдивари никаких листьев никаких ветвей никакого ствола и вы знаете это сказать это прекрасно что эта скрипка лишилась всех своих временных дополнений вот я сейчас нахожусь в том состоянии что мне диалог не нужен понимание не нужно отзыв не нужен мне абсолютно достаточно просто моего дела кто играет на этой скрипке вот в чем вопрос ну это не мне судить это хороший вопрос это очень хороший вопрос потому что если эта метафора работает она работает только с вами потому что всех остальных срубили в лучшем случае из них сделали дрова сожгли приготовили пиццу борщ шашлык еще что нибудь и пять минут съели и все но если это скрипка это прекрасно она продолжает жить но кто-то должен на ней играть это очень важный момент по-моему ну наверное тот же самый профессия юля что скажете вы для вас существует время прошлое настоящее будущее и насколько писатель поэт может быть пророком и откуда ему это дано если дано вы как материалист должны ответить на этот вопрос ну не должны простите а я просто так себе представляю ну все мы пытаемся угадать то что будет в будущем кстати это на самом деле вот я заметила что особенно от журналистов же просят особенно во время войны никому не интересно что было год назад никому не интересно даже что было неделю назад всем интересно что будет послезавтра при этом то есть большой популярностью пользуются предсказания и это при том что предсказание человеческая история настолько непредсказуема что в общем-то угадать мягко говоря трудно что касается прошлого настоящего будущего самое главное что существует постоянно оглядываешься назад постоянно пытаешься заглянуть вперед насколько ваше прошлое личное влияет на ваше будущее но я стараюсь достаточно много меняться потому что я как раз думаешь некоторые вещи которые ты не закончил 20 лет назад ты понимаешь что ты уже никогда и не закончишь и неожиданно некоторые вещи которые вдруг становятся это будет тебе интересно они поглощают тебя месяц и даже годы но это лучше наверное к моему папе тем более в день его рождения который уже наступил да Леонид Александрович как вы ответите на этот вопрос мое прошлое абсолютно никак не влияет на мое настоящее и будущее вот но что касается такой внешней истории когда написал бурный финал вялотекущей национальной войны вот сейчас вялотекущая национальная война в мире перешла в какую-то очень такую острую фазу но я и жду периода бурного финала но в общем в то же время довольно остраненно это что касается заглядывания в будущее я это описал лет 20 назад понятно и прекрасно наверное скажите вы играете шахматы сегодня международный день шахмат кстати 20 число не играйте а в июле играла давно бросила играли хорошо и не а если вы человек вы один раз поставили вилку своему партнеру другой раз поставили вилку своему партнеру сказали да вот какой же классный как я тебя хорошо развел смотри если я не съем твою ладью я съем твоего ферзя а вдруг почему-то знаете человек повернулся к вам в жопу и говорит слушай парень а я с тобой дело не хочу иметь как да я же такой же классный а вот извините вот это правило шахмат не правило жизни а что правило жизни для Юли Латынина ну пытаться все время интересоваться новым пытаться понять как она устроена в том числе как устроено человеческое общество и есть такое хорошее правило жизни а я извините что я опять цитирую иврит это исход 23 глава по-моему 23 да 23 Лоти Саша Машав Альташ от Ядыха Имраша Лихьот Эд Хамас Лотихе Ахаре Рабим Лераот Велотане Аль Ривлинтот Ахаре Рабим Лехатот Не лжесвидетельствуй не ври я сейчас немножко вольно перевожу и самое главное если большинство никогда не повторяй за ним кстати во время войны это делать очень трудно иногда ходишь по грани но я все-таки стараюсь какие правила жизни никогда не повторяй за ним простите за вольный период вот я тут издевалась на Торой ну поэтому очень характерно что я кончаю этими абсолютно великими словами до который написал с точки зрения Юлия Леонидовна какой-то великий человек великий мудрец может быть а с точки зрения Леонида Александровича мудрец которому кто-то еще мудрее нашептал на ухо да какие правила жизни у Леонида Александровича если хочешь быть свободным служи всем кто нуждается в твоей службе и в твоей заботе и когда ты будешь только отдавать ты всегда будешь свободен от долга тебе ты ни у кого ничего не берешь вот этот вот момент свободы служение тем кто в этом нуждается очень большое удобство и очень большой покой ты не сделал ничего плохого ты отдал ты помог и ты не должен и ты можешь заниматься своими делами в этом социуме прекрасно я не знаю есть ли на самом деле в библии такие слова Юлия Илья Александрович большие знатоки гораздо больше меня знают но мы в Армении говорим что Господь дает дающему вот я не знаю есть ли это в библии в ветхом завете в новом завете в какой главе но это очень правильное правильное правило жизни будешь отдавать и тебе тоже сверху что-нибудь обязательно дадут ничего нет вот отдай и ты свободен это доминанта ты свободен от людей спасибо большое я еще раз говорю вам спасибо спасибо за эту беседу за эти откровения еще раз с днем рождения всех благ здоровья долгих лет жизни и вы знаете латынин Леонид Александрович вопрос о дня рождения это я хочу вот так прекрасно вот я я хотел как раз об этом сказать что вы абсолютно классическая армянская семья совершенно не важно сколько лет дочери сколько лет папе когда дочь рядом и когда отец счастлив и когда дочь рядом когда отец счастлив и совершенно не важно сколько лет папе сколько лет дочери это прям очень-очень по-армянски но очень по-еврейски может быть очень по-русски очень там еще как-то а может быть это просто по-человечески да вот как сказала бы Юля дай бог всего самого хорошего и дай бог чтобы ваш папа Юля вас долго-долго еще радовал просто своим присутствием и тем что ему не с кем разговаривать пускай он разговаривает с тем кто его слышит и тот кто отвечает на все его вопросы спасибо вам большое спасибо спасибо беседую за встречу и спасибо отдельное конечно же Арсену Магаджанену который эту встречу организовал Арсен тебе большое спасибо и респект за все что ты это очень ответственно потому что Арсен автор города солнца для меня так сказать и у меня вот честно говоря если я и волновался по единственной причине чтобы не подвести Арсена я не знаю получилось ли у меня но у Юли точно получилось вот но это это как раз-то форма отдачи Леонид Александрович на вашей скрипке играет великий мастер у вас все получается не переживайте спасибо 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 большое спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok